Всем привет! На этом занятии мы будем говорить про событийный цикл Node.js. Это будет одно из самых теоретических занятий, но эта теория нам важна для понимания того, как работает Node.js и как под него разрабатывать. И начнем мы с примера небольшого сервера на Node.js. Как правило, когда сервер получает запрос, то он не может ответить на него сразу же, у него просто нет необходимой информации. Обычно нужно обратиться к базе данных, потом возможно как-то обработать этот результат, и только тогда можно вернуть ответ. Здесь пример такой обработки. Если пришел запрос на query, то обратиться к базе данных, и когда она вернет результат, вывести его в ответ. Самой функции dbQuery в этом файле нет, но она и не важна. Вместо обращения к базе данных, тут могло бы быть, например, чтение из файла, или вообще любая операция, требующая обращения к внешнему источнику данных. Обратите внимание на другой аспект. Куда уходит время в этой строке? dbQuery спрашивает базу данных, дай-ка мне результат. База данных говорит, да хорошо, сейчас я у себя пороюсь и дам. Роется у себя и возвращает результат в result. Соответственно, от момента, когда мы спросили базу, и до момента получения результата прошло какое-то время. А что это время делал сервер? А ничего, сервер не может ничего делать, поскольку ожидает ответа от функции, а функция ждет ответа от базы. И если во время этого ожидания пришел новый клиент, то нода не сможет его обработать, поскольку она занята этим. Получается, что данный сервер может обрабатывать только одного клиента одновременно, если он, конечно, зашел по этому урлу. Это, конечно же, совершенно неприемлемо, особенно если учесть то, что если много запросов к базе, то большую часть времени сервер будет просто ждать, не совершая при этом никакой полезной работы. На большинстве платформ это ограничение продалевается весьма просто. Одновременно запускается множество процессов сервера. Вместо процессов могут использоваться потоки. Для нас разница между ними не так уж важна. Так что если один процесс занят ожиданием ответа от базы, то следующий запрос попадет уже в другой процесс. И получается, что можно обрабатывать множество запросов одновременно. При этом часть процессов сервера будут заняты, они будут ожидать ответа от базы. Часть будут, возможно, делать что-то еще в какой-то другой ветке кода. А часть будут просто стоять на случай, если появятся новые запросы. И как только эти запросы появляются, они отдаются свободным процессам. Конечно же тут может возникнуть проблема, если свободных процессов нет. Например, потому что все существующие запущенные сейчас заняты, ожидают ответа от базы. Что делать? Естественный выход делать побольше процессов, чтобы уж точно всегда был запас. Но процесс сервера штука достаточно жирная. Поэтому очень много процессов запустить не получится. Память кончится. А если мы хотим реализовать веб-чат на 10 тысяч клиентов, как сделать такое? Для того, чтобы избежать проблем с перерасходом памяти, можно, например, более гибко управлять потоками. Если видно, что соединение просто висит и чего-то ждет, то поток у такого соединения забирать. И этот поток отдавать, чтобы он работал с другим соединением. Еще один способ, это использовать более легкие процессы и потоки, чем процессы-потоки операционной системы. Например, так делается в языке программирования Erlang. Ну и наконец, тот способ, о котором мы продолжим сейчас говорить, это способ, который в частности применяется в Node.js, который основан на асинхронном программировании. Алгоритм работы сервера при этом выглядит так. Так, запускается обычный скрипт, просто Node.js, этот скрипт, никаких себе дополнительных процессов, потоков, все это сейчас не обязательно. Берем, запустили, принимаем запрос. Запрос пришел, зашел в эту функцию и начал выполняться, и дошел до вот этой строки. Ранее мы говорили о том, что dbQuery заставляет сервер ждать ответа от базы. И из-за этого мы не можем обработать новых клиентов. При асинхронном подходе функции такого рода пишутся по-другому. А именно, они не возвращают ответ сразу, а вместо этого получают дополнительно функцию, которой они передадут его потом. То есть dbQuery, когда я запущу его, инициирует отправку запроса и гарантирует, что когда от базы придет ответ, то она вызовет вот эту функцию, переданную вторым аргументом, который передаст в случае ошибки специальный объект в аргумент R, а в случае успешного выполнения результат result. JavaScript продолжает выполнять код и быстро выходит из обработчика, при этом, конечно же, ответить прямо сейчас мы ничего не можем. Но когда в будущем база данных вернет результат, то она вызовет переданную ей функцию. При ошибке будет установлен первый аргумент, а при нормальном выполнении второй, то есть результат. Функцию, которая используется для возврата результата, называют callback, от английского слова callback, обратный вызов, или игра слов, callback, обратный звонок. Так что dbQuery принимает задачи и говорит, я тебе перезвоню. Благодаря тому, что dbQuery теперь не блокирует поток выполнения, сервер может обслуживать других клиентов. На этом этапе, при внимательном взгляде на код, у вас могут возникнуть вопросы. Например, такой. А не получится ли так, что если сервер обрабатывает множество клиентов, то ответы базы перемешаются? То есть, первый клиент сделал один запрос, второй другой, но ответ первого пришел по ошибке второму, а второго первому. Еще один вопрос. Всегда ли можно сделать операцию асинхронно? Нет ли каких-то задач, например, связанных с работой с файлами, для которых Node.js должен обязательно дождаться результата, то есть, который заблокирует все-таки сервер? Ответы на эти вопросы смотрите в следующей серии скринкаста по Node.js. Продолжение следует...